а дальше по очереди у нас полчаса коммунизма коммунизм так значит передача называется плохой сигнал как измерить силу молитвы насколько я понимаю это видео с канала тубуса поэтому сейчас мы говна-то наедимся я чувствую да здравствуйте ребята последнее вот каждый раз когда в начале ролика ты видишь вот это вот лицо не обезображено интеллектом знай впереди тебя ждет полчаса удивительных историй время все чаще возникает ощущение что мы с вами все вместе стремительно погружаемся в болото мракобесия и умственной отсталости и это плохой сигнал здравствуйте недавно я посмотрел на ю тубе видео которое называется как измерить в сантиметрах силу молитвы всем доброго времени с вами ли она димитрошкина проект позитив позитив влив точка ру сайт ключей к женскому счастью и почему почему мне не заказывают таких видео у меня для вас не только фейса заказывают может быть я тоже хочу узнать как измерить силу молитвы там в сантиметрах совершенно удивительная практика совершенно удивительная вы знаете что я придумала как с помощью динамической линейки димитрошкиной выяснить силу молитв динамическая линейка димитрошкиной я сразу вспоминаю про синусоид жабинского и это будет вам понравится это делает мы будем сейчас работать с помощью кинезиологической есть такая наука кинезиология которая дала нам в использовании удивительную вещь мускульный тест и сейчас мы любезно согласившийся побыть кроликом танечкой танечка сопротивляйся а теперь танечка пожалуйста скажи у меня две ноги у меня две ноги сопротивляйся длинный выдох я скажу у меня три таки сопротивляйся длинный выдох нет сил держать сила только там где есть правда три ноги это неправда ух уж этот научпоп слушайте так нет я всего ожидал так еще раз дала нам в использовании удивительную вещь мускульный тест и сейчас мы да это прорыв я считаю тут как бы минимум это минимум нобелевка ребята слушайте наша наука осваивает новые горизонты любезно согласившийся побыть кроликом танечкой танечка сопротивляйся а теперь танечка пожалуйста скажи я я думал что это какая-то такая подготовка к некому эксперименту оказывается это сам эксперимент он так выглядит у меня две ноги сопротивляйся длинный выдох я скажу у меня три таки нет сил держать так ну это все как бы это многое объясняет во первых во вторых это работает то есть это прикладная наука это не просто там какие-то теоретические выкладки а стоп обратите внимание они еще сантиметр зеленый расстелили на вот этом вот периле то есть на перилах как правильно по-русски сказать вот то есть сейчас они будут еще силу молитвы измерять просила только там где есть правда три ноги это не правда скажи в общем суть я в принципе могу предвосхитить дальнейшее развитие событий суть ролика в том что тубус сейчас будет бомбить на тему того что вот как деградировала наша наука наше представление о мире и мировоззрение наших граждан в постсоветский период потому что нету правильного единственно верного значит единственно научного мировоззрения которая представляет собой диалектический материализм посмотрите люди там я не знаю силу молитвы меряют сантиметром хотя с другой стороны заряжать воду на кашпировского люди начали еще в советском союзе году этак восемьдесят девятом методология диалектического материализма представляет собой вот примерно то же самое что мы видим сейчас на экране для любого из людей это очевидно ну кроме самих людей которые исповедуют диалектический материализм то есть как бы абсурдность сектантство она всегда на поверхности она всегда видна для всех кроме самих сектантов пожалуйста танечка вслух следующие слова я обращаюсь к своему высшему я и прошу проявляться через мускульный тест и физические реакции и сейчас протестируем скажи пожалуйста слух мой мускульный тест подключен к высшему я мой мускульный тест не подключен к высшему я сопротивляйся как не сражайся теперь вот здесь у меня в руках обычный ртутный термометр обычный ртутный термометр ртуть это яд 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 забирает силу водка это я водка это я водка это я водка это я ладно не все поймут отсылку сейчас мы дадим танечке в другую руку ртуть вот возьми пожалуйста термометр сопротивляйся я я испугался что она может и засунуть куда-нибудь этот ртутный термометр а сейчас мы будем делать вот что я положу термометр на расстояние метра и просто попрошу танечку сопротивляться сопротивляйся держится и мы я расстояние восемьдесят три сопротивляйся ох уж эти видео с канала пост наука уже не держится а теперь прочитаю очень наш пашка сопротивляйся оп назад немножко немножко сопротивляйся сопротивляйся вот так 126 ядовца 125 было восемьдесят шесть стало 125 о чем это говорит это говорит нам о том что сила молитвы позволяет значит ладно пусть она с собой это сформулирует вообще-то очень большая цифра восемьдесят шесть но мы только что говорили о боге течи в течение двух часов читали рассказывали друг другу истории про молитвы и это то что усилий сопротивляйся когда термометр начинает когда яд начинает влиять когда он попадает в зону в зону личности чем больше наш доспех тем дальше эта зона иногда наши доспехи вот такие жалкие у танечки достаточно большая зона но за счет одной молитвы отче наш эта зона увеличилась полтора раза было восемьдесят шесть стала сто двадцать пять в полтора раза чего и всем желаю это то что хорошо бы помнить каждому из нас что когда мы молимся мы тут не богу дань даем мы куем свои доспехи мы увеличиваем свою силу мы ли увеличиваем свою защищенность мы становимся защищенными на большее расстояние и это можно исчислить в сантиметра в процентах одна молитва столько-то две молитвы столько-то четыре молитвы столько-то молитесь и будете защищены спасибо с вами была ли она димитрошкина проект позитив и сейчас будет удар одним мракобесием по другому мракобесию сейчас как бы сторонник адепт диалектического материализма для которого главным этическим идеалом является папка корчагина и павлик морозов сейчас он будет бомбить на тему того что о какой ужас не научно пив точка ру сайт ключей женскому счастью я хотел бы поспорить с этой это конфликт в сумасшедшем доме и женщины мне кажется что силу молитвы нужно измерять совсем иначе ведь для чего мы молимся мы просим мы просим о защите о благополучии о процветании здоровья о мире всегда чем-то хорошим где чаще всего и больше всего молятся в храмах в храмах которые суть молитвенные дома по всей стране люди молятся в храмах и чем больше храмов тем больше молитв чем больше молитв тем очевиднее должен быть результат этих молитв или его отсутствие а в чем измеряется результат да собственно в нравственном состоянии общества ведь если масса людей просит о чем-то хорошем и их просьбы допустим услышаны то общество в котором с как ну это как бы несправедливое допущение потому что там то ведь все измерялось при помощи сантиметра и ртутного градусника а он предлагает измерять уровень общественной нравственности то есть нет 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 пусть он лучше объяснит что если практика это критерий истины почему социалисты обосрались во всех странах где пришли к власти в двадцатом веке или если классовое бытие определяет классовое сознание то как экстраполировать этот при принцип на ленина троцкого сталина и других вождями мирового пролетариата пусть он лучше это объяснить пусть он лучше объяснит факапы собственной методологии чем придираться к несчастной сумасшедшей женщине с ртутным термометром каждым годом все больше вес приобретает религия которая заботится о духовном воспитании народа должно закономерно становиться все более духовным все более нравственным там где появляется храм начинается благодатное воздействие на душу людей мы с вами хорошо это знаем слово святейшего патриарха кирилла на епархиальном собрании калининградской епархии а как проследить изменения нравственного состояния общества из года в год я решил обратиться к статистике и попробовать составите нравственную карту нашего общества за последние 30 лет или больше если доступны данные и сравнить ее с динамикой открытия храмов почему последние 30 лет да потому что примерно 30 лет назад в россии храмы начали открываться в массовом порядке неудивительным образом это совпало с крушением социалистического строя в нашей стране которая конечно случилось не в один день точкой отсчета будет 2017 год поскольку 2018 еще идет и полной статистики по нему естественно нет но 1987 прошу youtube используется популярность но у накитакадзе пользуются какой умный гражданин ежеван нужно с ним совместно стрима вести да ну в принципе можно любого совка взять и тут то же самое услышишь мой прекрасно подходит для второй границы сравнения поскольку 87 и 88 годы это последний период в нашей истории когда количество храмов значительно не меняется но при этом реставрация капитализма уже началась и идет полным ходом через несколько лет тоталитарное государство рухнет и новая власть воодушевленно примется за капиталистическое строительство окончательно предоставив русской православной церкви заботу о наших советских душах погрязших в грехе доносительства пьянство и краж личного и государственного имущества выбор параметров для составления этой карты обусловлен разными факторами но в первую очередь доступностью статистических данных например выяснилось что количество абортов не учитывалось толком ни в один из периодов нашей истории так что даже те кто и приводят какие-то сравнения признаются в их явной приблизительности я не стал учитывать количество дорожно-транспортных происшествий в силу уж очень серьезно изменившегося количества автомобилей мне кажется такое сравнение было бы некорректным насколько я понял очень сильное изменение претерпела в нашей судебно-правовой практике определение хулиганства эти данные я тоже не стал учитывать еще меньше чем по абортам данных по проституции вот в россии которую мы потеряли проститутки были подотчетные учитывалось кто из каких семей кто из совсем бедных кто из тех что побогаче учитывался возраст кто достиг 17 а кто начал трудиться еще ребенком в ссср данное явление массовым не было поэтому и отсутствует отчетность в современной россии это и вовсе не считается преступлением за исключением организации занятий проституцией искать данные криминальные статистики глупо сайты с проститутками находятся вот подождите а если как бы женщина вправе сама распоряжаться своим телом как она хочет то почему вообще мы должны считать это преступлением как бы карл маркс писал что баба брак в буржуазном обществе это значит узаконенная проституция потому что женщина даже если она твоя жена она дает тебе не просто так а за те ресурсы которые ты приносишь в семью поэтому я не понимаю чего чего почему все леваки они вот так ненавидят проституцию как таковую как некую так вот социальную язву и вообще почему люди приверженцы идеологии которые больше всего убили людей в двадцатом веке почему они нас пытаются чему-то учить с позиции какого-то морально-нравственного назидания что мы знаем как лучше ребята у вас вы у вас был весь двадцатый век для того чтобы показать верность ваших убеждений потому что вы захватывали власть в самых разных странах земного шара и в россии и в китае и в восточной европе в юго-восточной азии и везде вы обосрались поэтому сейчас вот ему сайт с проститутками не нравится ну замечательно открытом доступе и никаким роскомнадзором не нужны короче говоря то что удалось найти то что остается более или менее неизменным с нравственной точки зрения вне зависимости от государственной политики и строя браки разводы преступность самоубийство наркотики алкоголь курение там где данные начинаются с 1987 года это данные по рсфср там где удалось охватить больший период данные до девяносто первого года включить пишут пускай вспомнит про розалию землячку но тут надо вспоминать не про розалию землячку а про значит розу люксембург клару цеткина и значит александр клантай вот про кого тут надо вспоминать по советскому союзу прежде чем мы приступим еще раз напомню что речь не идет о вере о верующих или о боге речь идет о молитве о молитве как об инструменте как о средстве начнем в 1987 году во всем советском союзе православных храмов было около 7 тысяч совсем скоро в массовом порядке начинают открываться храмы закрытые при советской власти и одновременно строятся новые сегодня их общее количество в одной только россии приближается к 40 тысячам графика диаграмма построены по данным о количестве храмов на 100 тысяч человек населения с 1987 года по 2017 мне не удалось найти точного количества храмов по годам с 92 по 2006 поэтому я указал рост их количество слушать он серьезно к этому подошел то есть действительно какой-то одержимый это примерно как вот его ролики про этого про познера где он не поленился начал читать книги познера который помню ни один психически здоровый человек читать не будет никогда жизни вот то есть там ссылаться на что-то какие-то факты приводить то есть действительно какой-то больной разум и много свободного времени позволяет заниматься даже такого рода исследования то есть давайте сравнивать количество храмов там с я не знаю там и силу молитвы измерять зная мама может быть ему смысл имеет найти какую-то настоящую работу чтобы у него было меньше свободного времени найти глупости хотя с другой стороны он же коммунист они обычно работать и не любят твои используя крайние значения чем они лучше таких буржуазных элементов как я динамика за 30 лет выглядит впечатляюще нет и не может быть ни малейших сомнений что строительство и открытие такого количества храмов за такой срок в отдельно взятой стране принесло ее населению неисчислимые духовные как померять в сантиметрах насколько зрители отупели после просмотра начала этого видео я не знаю до зрителей становится больше и больше как благо посмотрим начнем с браков ведь семья ячейка общества и один из важнейших элементов представления о традиционных ценностях которые так ревностно защищает церковь из диаграммы видно что по количеству браков заключаемых на 100 тысяч человек мы сегодня находимся на уровне 92 95 годов в 2000 опять-таки некорректное исследование потому что нужно измерять не количество браков зарегистрированных государственных загсах загс собраниях да а нужно измерять количество людей которые повенчались потому что церковь признает только венчанный брак то есть только тот брак который перед богом и церковью заключен а то что вы там себе в загсах какие-то там штамп в паспорт ставите это все как бы язычество а чем ван познер не угодил ну поздно скажем так далеко не самый умный человек исповедующие либеральные взгляды я никогда не был высокого мнения поздно и то есть 11 мы даже немного превысили уровень 90 года но достичь уровня 87 так и не смогли в последние годы наметился спад в количестве браков если же совместить диаграмму браков с графиком храма строительства то станет очевидным отсутствие какой-либо положительной зависимости первого от второго увы но с помощью этих данных у нас не получится обнаружить силу молитвы не говоря уже о том чтобы измерить ее но если мы со времени разрушения советского союза не стали чаще вступать в браке то может быть мы стали меньше разводиться ведь темпы храм не но венчаться то люди в церквях начали чаще это очевидно странные у него представления научном исследовании как биологически редуцируется мораль нравственность забота о ближнем любовь эмпатические так далее то что эти вещи есть биохимические процессы не отменяет их наличие на протяжении человеческой истории то есть какая разница что стоит за вещью если она есть ну да вопрос вопрос риторический я собственно с ним согласен дома строительство действительно впечатляющие а кто как не церковь стоит на страже семьи и брака и итак данные по разводам на территории россии 30 лет назад на каждые 100 тысяч человек в стране разводилась примерно 350 400 пар в последние три года в среднем 415 разводов за эти 30 лет мы видим несколько всплесков по разводам и однажды небольшое снижение их уровня и снова эти данные никаким образом не соответствуют количеству и темпом строительства православных храмов в нашей стране уровень самоубийств твое отношение к переходу на расчеты в национальных валютах между государствами я не экономист поэтому я не могу судить минусах и плюсах такого решения то надо вата админа звать ему задавать этот вопрос у меня нет экономического образования но твой вопрос андрей я вата админу переадресую когда он у нас будет в следующий раз на стриме такое случается часто в один из важнейших индикаторов социальной экономической политической ситуации в обществе и здесь мы снова видим существенное снижение уровня в последние годы однако несмотря на явно лучшие показатели чем восьмидесятых этот уровень сопоставим с семидесятыми а согласно исследованию которая проводилась рбк в 2016 году выше шестидесятых чтобы было понятно как современная россия с десятками тысяч храмов соотносится по духовности стак по поводу вопроса от red russia на в чате пишут что в том-то и дело что вещи просто нет вещи нет но есть феномены саентология секта надо с ними осторожнее учитывая что они доводят до раскомнадзора и преследует людей по моему методы психотерапии у них хорошие а вот цели под вопросом смотрите и же если я могу вызвать спазм органов то почему не могу снять воспаление боли вылечить заболевание сейчас видео да спасибо геракл значит видео мы будем смотреть в порядке общей очереди только я заранее предупреждаю очередь у нас длинная жаль что ты видимо не смотришь тот ролик который мы сейчас смотрим сначала потому что в начале этого ролика там был удивительный эксперимент про измерение силы молитвы при помощи ртутного термометра я думаю что тебе было бы полезно тоже на это посмотреть на то как выглядит современная наука называемый оттепелью вот вам данные по количеству храмов в ссс кто-нибудь закажите с армату видео тубусу семина чтобы у старого имперка дрочера инсульт случился а по-моему она она у нас кстати даже по очереди где-то было впереди может но я могу ошибаться подожди сейчас секунду я посмотрю сейчас так 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 а нам кстати еще два человека закинули на просмотр дебатов значит какого-то ватного блогера из и баб талова так шевченко даренко а нет нету нету в ближайшей очереди нету значит по всей видимости не заказывали до можно можно заказать ну или по-крайней мере дождаться окончания очереди что вы посмотрите есть там это видео или нет и среди заказанных да не жить вы же тоже начали серьезно ковыряться в концепциях религиозных вы получается также психически нездоровый человек больной разум Да, но я не меряю силу молитвы при помощи ртутного термометра и, блять, не измеряю уровень нравственности и количеством храмов, не меряю, понимаешь, то есть, как бы, немножко другая методология исследования, не настолько безумная. Как видим, в выбранном периоде больше всего и меньше всего их было при Сталине. При Хрущеве количество храмов по сравнению с предыдущим периодом стремительно сокращается. Однако попробуем наложить на диаграмму РБК полный график открытия-закрытия храмов. И здесь, казалось бы, картина очень даже показательная. Смотрите, в начале 60-х количество храмов уменьшается, количество самоубийств растет. В 80-е количество храмов стремительно увеличивается и количество самоубийств стремительно падает. Но если присмотреться внимательнее, то... Тупые садки. Вся сила молитв уходит к нашему еврейскому богу в Израиль. Россия-то тут при чем? Да, спасибо, спасибо за это пояснение. Мы увидим, что количество самоубийств начинает расти еще в 50-е, когда количество храмов оставалось на одном примерно уровне и не было никакого падения. А уровень самоубийств в 80-е начал стремительно снижаться еще до значительного увеличения количества храмов. И связан, разумеется, с началом антиалкогольных... Можно ли заказать видео за 3 или 4 стоимости, чтобы вы сразу его посмотрели? Можно. Можно. Это можно. ...компании в стране. Ну и серьезный рост количества храмов в 90-е совсем уж неубедительно соотносится с ростом количества самоубийств. Грустно осознавать, что в СССР, не так давно пережившем страшную войну, которая унесла жизни миллионов, лишила здоровья, крова, семьи, огромное количество людей и отбросила страну в материальном плане на много десятилетий назад, Люди сводили... Приветствую. При каких обстоятельствах и как вы познакомились с Хандушой? Есть ли у Монголии будущее? Как вам монголы как народ? Какая для вас прекрасная Монголия будущего? Ну, с Хандушой мы познакомились в Москве на научной конференции в одном из крупных университетов. Есть ли у Монголии будущее? Я думаю, что да, потому что помимо животноводства у них есть рудники медные, золотые и всякое прочее. То есть там можно развивать как-то это направление. Как вам монголы как народ? Интересный народ со своей спецификой, женщины интересные. Какая для вас прекрасная Монголия будущего? Ну, наверное, та, которая не контролируется китайцами. То есть какая-нибудь независимая Монголия. Хотя, с другой стороны, когда там долго живешь, такое ощущение, что ты находишься вне времени и пространства, все процессы протекают иначе. Поэтому, может быть, у них уже идеальное время. Что декабристы лошары. Но ведь они хотели не революции, а военного переворота с устройством конституционной монархии. А также они планировали освободить крестьян. Но оставить землю в руках паи-ещиков, что только бы способствовало росту рыночных отношений. Чи нет? Не, ну цели могут быть самые хорошие. Хорошие, но того факта, что это, блять, какие-то шпионы там и масоны, это не отменяет. Я думаю, что тебе имеет смысл немножко подробнее ознакомиться с персоналиями. Кто там все это затевал. И, кстати, цели у них разные были. Там были разные люди с разными интересами. Любая политическая революция, это плохо. Хорошие революции, это революции научно-технические. А политическая революция, это всегда плохо. ...счеты с жизнью реже, чем в современной России. У нас больше храмов, чем в 50-е. Мы убиваем, мы себя ки... ...ежи, ведь измерение силы молитвы такая же наука, как любая другая. Я к тому, что нету разницы для объяснения мира научно или религиозно. Что то хуйня, что это хуйня? Ну, на самом деле нет. Потому что все зависит от того, какие у тебя критерии измерения, понимаешь? То есть, если ты силу молитвы меряешь, там, я не знаю, мышечной массой, как бы давя на руку или там ртутным термометром, то такого рода методология может вызывать сомнения определенные. Потому что сила молитвы, это не физическая величина. Чаще. Давайте обратимся к данным по преступности. Что может лучше характеризовать нравственное состояние общества, чем уровень преступности и, в частности, общее количество совершаемых преступлений? Опять-таки, это зависит от того, какие в стране нюансы законодательства. Да, то есть, что считается преступлением в обществе, а что нет. Поэтому, я не знаю, для Тубуса это постирония или он серьезно подходит вообще ко всем этим своим исследованиям. Если серьезно подходит, ну, он просто отбитый, какой-то шизофреник. Итак, всего преступлений в России на 100 тысяч человек населения в год. И здесь мы видим значительное, прямо скажем, обнадеживающее снижение количества преступлений за последние годы. А если совместить график преступлений с графиком... Да, вполне, но, опять-таки, музыкальная пауза, это прозвучит только в порядке общей очереди. Спасибо. Храмостроительство. То снова появляется надежда на то, что сила молитвы не только существует, но и документально зафиксирована. Ведь и вправду количество храмов растет, количество преступлений падает. Казалось бы, вот он пример. Вот пример того, как количество однажды переходит в качество, и количество храмов, которое росло одновременно с преступностью в нашей стране, в один прекрасный момент оправдало себя, преступлений стало все меньше и меньше от года к году. Однако при сравнении этих данных с безбожным СССР нас снова настигает разочарование. Пережив за эти 30 лет несколько всплесков преступности, сегодня мы пребываем на уровне 91-го года. Если же... Пишут, что если это женщина... Так, секунду, донат. Вам близок анимизм, хотя с эстетической точки зрения. Как вы относитесь к зеленым партиям? Почему их записывают в левый фланг? Анимизм и другие примитивные формы язычества мне эстетически не близки. Мне нравятся более всякие развитые в культурном отношении языческие культы. Например, там, индуизм какой-нибудь. Или синтаизм. Как я отношусь к зеленым партиям? Ну, учитывая... Если мы берем современные политические реалии, то, по большей части, отрицательно. Почему их записывают в левый фланг? А потому, что чаще всего зеленые блокируются именно с левыми. И в большинстве случаев те люди, которые позиционируют себя как зеленые в контексте современной актуальной политики, они по большинству вопросов экономики, общества являются леваками. Так что... Это просто некий такой бренд. Типа, голосуйте за нас, мы за природу, там, окружающую среду, чистый воздух. А на самом деле, в общем-то, такие же долбоебы. Как и социалисты. Да, спасибо. Обязательно все послушаем в порядке общей очереди. Да, значит, в чате пишут, что если эта женщина подтвердит свой опыт на выборке тысячи человек, то это станет намного научнее опыта Фрейда. Да, но опыты Фрейда совершенно не научны. Как вы понимаете, в чем дело? Так что проблема не только с этой женщиной, но и с Фрейдом. Если расширить диапазон данных до года 1959-го, то советские... Ну и, конечно же, все зависит даже не от статистической выборки, потому что можно найти тысячу очень внушаемых идиотов, которые там будут руку по команде опускать. Так что тут как бы проблема не в статистической выборке, проблема в методологии самого исследования. И уровень преступности покажется детским садом. Наложенный сверху график храмостроительства его... Оргазм при помощи гипноза на мужчинах тоже работает. Оргазм такой же, как у женщин. Считай, дионисийские мистерии. Можете попрактиковать с хандушей. И да, нашел методичку. К саентологам отношение плохое, хотя они используют гипноз. Ну, оргазм при помощи гипноза, это, наверное, для тех, кто не может получить его естественным образом. Хотя, с другой стороны, если женщину загипнотизировать, а потом ее совокупить, то это тоже может быть интересно. Да, по поводу видео спасибо. Обязательно посмотрим в порядке общей очереди. А к саентологам у этих ребят отрицательное отношение, потому что это конкуренты. Все вызывают греховные мысли, которые я не буду озвучивать. Но не будем отчаиваться и попробуем обнаружить силу молитвы при помощи статистики по отдельным видам преступлений. Грабежи. Количество грабежей в России на 100 тысяч населения за последние 30 лет. Динамика, как видим, примерно та же. Два больших всплеска и снова мы опережаем 87-й год по количеству данного вида преступлений. Данные из 1956 года. И снова ничего обнадеживающего. Возможно, мы стали меньше убивать друг друга. Да, действительно. По количеству убийств на 100 тысяч населения мы все же опережаем 87-й год, но снижение уровня после кровавых 90-х очевидно. Если же мы сравним данные за последние 30 лет, то наконец-то увидим, что мы по количеству данного вида преступлений сегодня вполне соответствуем советскому периоду и местами даже немного превосходим его, в хорошем смысле. Непонятно только, каким образом бездуховным совкам удавалось поддерживать такой низкий по сравнению с 90-ми и 2000-ми годами уровень убийств без такого внушительного количества храмов. Разбои. И снова всплеск в 90-х и 2000-х, который совпадает с началом большого храмостроительства. Затем спад, который не сравним с 60-ми, но показывает положительные результаты по сравнению с концом 50-х годов, когда, как мы помним, количество храмов было самым высоким для советского времени. И здесь не получится оценить силу молитвы. Чудовищная статистика по кражам. Здесь можно было и не обращаться к советскому периоду, по этому виду преступлений мы находимся на уровне начала 90-х годов, когда количество храмов в нашей стране было достаточно скромным. Я знаю, с чем ему нужно сравнивать. Ему нужно сравнивать с количеством смертных казней. Потому что в Советском Союзе со смертными казнями все было нормально, особенно в сталинский период. Там всякие расстрельные полигоны, коммунарка, бутова. А вот при Ельцине, для того, чтобы войти в состав Совета Европы, ввели мораторий на смертные казни. На применение смертной казни. Поэтому он все сравнивает не с тем. По поводу того, что в Совке было меньше бытовых убийств. Ну, в Совке было тоталитарное государство, которое боролось и достигало монополию на применение насилия. Поэтому, собственно, главным преступником было само государство, и оно в основном всех и убивало. Что он, блядь, несет? Какие графики храма? Взрыв преступности и всего прочего в 90-е обусловлен тем, что Совок создал нежизнеспособную систему, которая с треском развалилась. Есть такое. И вот, наконец, мы дошли до показателя, по которому не только наблюдаем значительное снижение уровня, но который демонстрирует нам моральное превосходство в отношении безбожного советского строя. Изнасилование. Из всех учтенных лет в Советском Союзе самое низкое количество изнасилований на 100 тысяч человек в 1956 году. 3,5. В прошлом, 2017, зафиксирован уровень 2,4. Хотя, откровенно говоря, при ознакомлении с этой статистикой возникает ощущение, что снижению количества изнасилований по сравнению даже с советским периодом, мы обязаны в первую очередь бурному росту проституции в стране. Плодить разврат, чтобы компенсировать насилие? Да, значит, что проституция все-таки хорошо. Тебе запрещен въезд в кукурузную сверхдержаву. И есть ли ты на сайте миротворец? Не знаю. Не знаю, что за сайт. И не знаю, что за кукурузная сверхдержава. Мексика, что ли? Вряд ли Господь так управил. Думаю, не найдется священника, который подпишется под такой версией. Ну и очень хорошо видно, что пик изнасилований приходится все же не на безбожный СССР, а на Россию, в которой строятся храмы. Мошенничество. Особых комментариев не требуется. К советскому периоду можно было не обращаться, так как за последние 30 лет положительных тенденций не наблюдается. Алкоголь. Я честно старался составить график потребления алкоголя в СССР и в России за весь период. Информации много, но вся она очень разная. То учитываются продажи, то производство. То в абсолютном алкоголе на душу населения, то в натуральном выражении. То оборот розничной торговли, то индекс физического объема. Я не смог визуально обобщить эту информацию. Но могу сказать точно, в каждом из проделанных исследований четко видна линия серьезного увеличения потребления в 90-е и 2000-е годы. Да, можно сказать, точно только одно. У тубуса очень много свободного времени. Просто, блядь, патологически много свободного времени. Блядь. В противном случае человек просто не стал бы заниматься этой херней. Я в Советском Союзе езжу, но посредством наличия очереди видео на ваших стримах я, кажется, начинаю чувствовать ненависть и безысходность в очереди за хлебом в 1985 году в Мурманске. Да, особенно когда это очередь на несколько километров. Да, спасибо, Red Russian. Даже спустившись с 18 литров на душу населения или 26 разные исследователи по-разному отмечают пик, до 10 пьем немногим меньше или столько же, как в самый пиковый год потребления алкоголя в СССР. Та же самая ситуация и с курением. И никакие снижения уровня последних лет не улучшают общей картины, если начинаешь сравнивать со стороной, производившей галоши. Если же вспомнить, что Россия занимает одно из первых мест в мире по потреблению героина, например, то все эти рапорты о снижении потребления алкоголя и табака выглядят циничной насмешкой. Число наркоманов в Российской Федерации увеличилось в 10 раз за последние 10 лет. При этом объем потребления ими афганского героина колеблется от 75 до 80 тонн в год. От наркотиков в России умирает людей больше, чем погибло советских солдат во время вторжения и последовавшей за этим военной кампании в Афганистане, подчеркивается в докладе экспертов ООН. Спрос на афганский героин в России вырос поражающими темпами, и теперь страна стала в большей степени конечным пунктом поставок, нежели транзитной зоной. Но это же новость за 2009 год. Старая. 10 лет прошло почти. За это время столько намолено. Вот новость посвежее. Наркоситуация в стране, несмотря на принимаемые меры, остается сложной. Количество наркопотребителей многие годы не снижается и составляет 640 тысяч человек. Заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. А вот совсем свежее. За последние 10 лет в Российской Федерации очень много сделано по борьбе с алкоголизмом. И есть результаты. У нас уровень употребления алкоголя снижается. Среди молодежи сегодня нет культа пива, как было в 90-е. Молодые люди, бизнесмены, все в фитнесе, клубах, спорте бегают по утрам. Появляется культ здорового образа жизни. Здоровья. Да, культа пива нет. Среди тех, у кого есть деньги на спортзал. Да и пиво не панацея. По сравнению с 90-ми сегодня в наличии большой выбор слабоалкогольных напитков. Наркотики, опять же. Статистика по количеству преступлений, связанных с наркотиками, впечатляет. Увы, здесь впору говорить не о силе молитвы, а о бессилии. Особенно если помнить о том, что за хранением и распространением всегда так или иначе следует употребление. Так выглядит статистика по стоящим на учете наркоманам. Данные до 90-го... Может это как раз то, о чем говорил Маркс. Освобожденный от работы пролетарий начинает заниматься творческой деятельностью. Результат Тубус. Да, но по-моему это как раз аргумент против марксизма. Погода приведены по РСФСР. Как видим, количество преступлений, связанных с наркотиками, падает. Количество наркоманов растет. И конечно ни о каком сравнении с бездуховным советским прошлым не может быть и речи. Впрочем, есть оправдание. Ведь в СССР, как мы знаем, был сплошной дефицит и нищета. Наркотиков было не достать. Русская православная церковь ежегодно открывает почти полторы тысячи храмов. Именно столько церквей в настоящее время существует и в Москве. Сообщил патриарх московский и всея Руси Кирилл на встрече с митрополитом варшавским Саввой. Итак, храмы строятся, священников становится все больше, а результатов такой серьезной работы нет. Вот к какому выводу может прийти мирянин, ознакомившись с цифрами. Но в нашей стране не только православная церковь набирает обороты. Вот диаграмма по количеству религиозных организаций в России. И все эти люди молятся. Но статистика упрямая вещь. В данном случае она говорит о том, что молитва не обладает силой. А стало быть, ее невозможно измерить. Похоже, единственный способ опровергнуть данные статистики – это самому сделаться их частью. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон увидел экстремизм, выдвинутый жителями Красноярской идеей провести референдум о необходимости строительства православного храма в центре города. «Все, кто ломал кресты, храмы страшной смертью кончили. Я не запугиваю, как бы так ни пришлось и с теми, кто требует референдума», – предупредил митрополит. Однако, как ни грозись и как ни проклиная, невозможно не видеть, что в безбожном СССР, в котором, как известно, боролись с религией от рассвета и до заката... Да, пусть он лучше бы привел статистику по количеству убитых священников. И разрушенных храмов, вместо того, чтобы фотографии показывать. «Есть фитнес-клубы для некрасивых 281 Аятсуры Альбакара». Да. Не, но есть фитнес-клубы для красивых, где много фитоняшек. Особенно в Москве. Особенно в Кузьминках. В безбожном СССР, пережившем в разные периоды страшные потрясения, нравственное состояние общества выглядит сегодня недостижимым примером, а местами кажется просто фантастическим. Не было такого количества наркоманов, не было так... Лучше бы он продолжал снимать ролики с рулонами туалетной бумаги. По-моему, он нашел себя в этом, и другой формат, это немножко не для него. Такого количества краш и грабежей, и не торговали девки с собой совершенно открыто и в массовом порядке. Что не так с феминизмом? Есть ли в фильм движение «Здоровые зерна»? И какие основанные аргументы в споре с феминками? Ну, в споры я тебе вступать не советую в целом. Ибо зачем? По поводу «Что не так с феминизмом?» Феминизм — это гендерный социализм. То есть, это как бы аспект эгалитарной культуры, только в вопросе взаимоотношений между полами. Если «Здоровые зерна» в феминистическом движении... Ну, разные люди по-разному на этот вопрос ответят. Там есть люди, которые считают, что первые две волны феминизма были неплохие, а третья слишком, блядь, слишком выглядит как тотальный пиздец, фашизм и просто какой-то ужасный постмодерн. Да, одновременно причем. Но мое мнение состоит в том, что нет там никакого здравого зерна, и все это гендерный социализм в любом случае, под любым соусом, как это ни рассматривай. Люди высшего порядка, они никогда в жизни не будут солидаризироваться друг с другом на основе того, в какой день недели их родили, или к какому этносу они принадлежат, или какие у них гениталии, или какая у них хромосомная пара. Они будут солидаризироваться только на основе близости в своих взглядах, тенденций развития личности, мировоззрения, идеологии, вот такого рода вещей. А объединение по признаку, там, мы все, там, я не знаю, родились во вторник, и нас угнетают те, кто родился в понедельник. У нас такие, значит, гениталии, а у кого-то другие, или там, фенотипические какие-то различия. Это все для солидаризации субъектов низшего порядка. Поэтому всякие там социализмы, нацизмы, феминизмы, это все вот для скота, по большому счету. Поэтому нет, хорошего феминизма быть не может, это гендерный социализм. Это всегда плохо, под любым соусом, в любом контексте историческом, как это не преподносится. Это мое субъективное мнение. Хоть и не было такого количества храмов. Кто-то скажет, вот ты все ностальгируешь по СССР. Нет, я не ностальгирую, я сравниваю. Понимаете разницу между тоской по утраченному и сравнением утраченного с настоящим? Но к статистике мы еще вернемся. Жизнь продолжается. Впереди новые храмы, новые браки, разводы, грабежи и насилие. А значит, и другая статистика. До свидания. 16 марта 2018 года в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский Ивсия Руси Кирилл возглавил заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Во вступительном слове предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что в повестку дня включен, в частности, вопрос организации домовых храмов в высших учебных заведениях. На самом деле, это именно как раз то, что не хватало нашей системе высшего образования. То есть помолиться перед экзаменом, чтобы было где. ПЕСНЯ Ну вообще, вот в этом куплете, как бы... Нет, я не хочу говорить. Ну, в общем, во фразе «Попенок зовет его тятей» на самом деле сокрыт определенный смысл. Я не знаю, можно ли публично вообще на Ютубе обвинять священнослужителей в том, что они являют... Ладно, нет, я не буду этого говорить. Все, давайте просто посмотрим титры. Просто не все поймут глубокий смысл этой строчки. Не-не-не, там не про убийство, там про совсем другое. Ну, то, что никто из вас не понял, о чем идет речь, ладно, не суть. Вам еще... Жить и жить, как говорится.